Всем привет дорогие друзья! Сегодня я решил вместо стрима записать вот такой вот обзорный ролик, примерно как начало любого моего стрима после матчей, мысли по игре, по всей сложившейся ситуации, новости последних дней и все такое. Обсуждение оно тоже возможно будет чуть позже, но в этом ролике будут только мысли по игре, Локомотива с Атлетико, к сожалению мы этот матч проиграли, первый домашний матч, но против Атлетико это, как я уже говорю, настоящая лига чемпионов, вместо того, что у нас было в прошлом году, матч был очень нервным, очень забористым, к сожалению мы не смогли не допускать ошибок, это было наверное главное условие для того, чтобы забрать очки с Атлетико мы с ним не справились, но за команду уж определенно не стыдно. Ну для начала немножко отмотаем время назад и сегодня днем играла молодежная команда Локомотива против того же Атлетико молодежного и выдала просто чумовой матч, но вообще ничего не предвещало этого, долгое время игра катилась к поражению Локомотива, мы пропустили какую-то ерунду в конце первого тайма с рикошетом, явно не получившимся ударом, потом уже был достаточно логичный гол Атлетико во втором тайме 2-0 и Локомотив не создавал какой-то вот внятной опасности у чужих ворот, вроде давили, владели мячом, сказалось травма, которую получил Иосифа в первом тайме, но в общем и целом конечно не было такого давления, которое Локомотив оказывал на Байер, например в первом матче юношеской лиги УЕФА, поэтому ну казалось то, что так все это и дотечет до закономерной победы Атлетико Мадрид, но у парней были свои планы, сначала Герман Основ кивнул мяч головой в дальний угол, а буквально через минуту Никита Хлынов сделал счет 2-2, замкнул передачу с флангов в очень хорошей манере, красивый игрок 2002 года рождения, забивает гол в юношеской лиге УЕФА, и казалось вот оно одно очко, отличнейший результат против Атлетико дома, но прошло буквально полторы-две минуты, это уже было добавленное время, уже озвучено, что добавили три минуты, из которых полторы прошло, пока мы праздновали второй забитый мяч, и какая-то дурацкая атака Атлетико, снова дурацкая, да, они не так много атаковали, Артур Черный не смог вынести мяч, и в итоге футболисты Атлетико выкатились на ворота Ботнера, спокойно разыграли, забили 2-3, и поражение против Атлетико в такой вот очень близкой группе, это, конечно, очень плохо и гораздо-гораздо хуже, чем если бы матч закончился со счетом 2-2. Тем не менее, вообще не стыдно за парней, которые против Байера смотрелись уверенно, против Атлетико смотрелись уверенно, к сожалению, не получается никак забивать, например, в первом тайме со штрафного попали в перекладину, были отличные фланговые атаки, да и вообще моментов было достаточно много для того, чтобы спокойно забивать и спокойно вести эту игру, но получается так, что в двух матчах юношеской лиги UEFA в наши ворота забиваются практически все моменты, которые создает соперник, мы же свои возможности не реализуем. В этом плане очень хочется отметить тот факт, что в юношеской лиге UEFA есть базовый год, это команда 2001 года рождения, можно сколько угодно игроков 2002 года и младше, можно в заявку включить 5 игроков 2000 года рождения, на поле выпускать 3 футболистов, обычно эти самые 3 футболиста, которые постарше, определяют футбол всей команды, да, то есть вот в прошлой лиге чемпионов у нас, например, играли Лапшов и Маккеев, футболисты, которые серьезно и основательно вели игру локомотива в обороне, в полузащите, и, соответственно, определяли тот самый достаточно хороший результат локомотива в юношеской лиге UEFA. В этом году у нас футболисты 2000 года рождения должны заниматься примерно той же задачей, но не занимаются. У нас есть Тимур Сулейманов, форвард, который доказал в прошлом году, что может забивать даже на уровне юношеской лиги UEFA и вроде как стал на год старше, но в этой лиге UEFA он смотрится гораздо блеклее, чем год назад. И, наверное, это в какой-то мере связано с такой же блеклой игрой Казанки, за которую сейчас Тимур Сулейманов и выступает. Что-то неладно в королевстве Казанки, и Тимур явно выдает не свой максимум. И точно так же, да, Артур Черный, который совершил фатальную ошибку на 92-й минуте от игроков, которые на год старше ожидают то, что ошибаться уж, блин, они не будут. В итоге мы страдаем именно от ошибок таких футболистов. Зато футболисты 2002 года рождения забивают едва ли не спасительный мяч. К сожалению, гол Никита Хлынова не принес нам очков. Но точно так же и в прошлом матче, после 2-0, после выхода Никиты Хлынова, команда наконец-то заиграла. И также не могу не отметить то, что, как и в матче с Байером, когда молодежка Локомотива отыгралась со счета 2-0 после выхода Чернякова. Почему Черняков не играет в стартовом составе, честно говоря, не могу понять. На мой взгляд, в текущем составе Черняков это один из определяющих футболистов. И уж то, как он умеет подавать штрафные, да, что с Байером после штрафных Чернякова голы пролетали, что здесь именно Черняков подал на основу. Это все-таки очень важно в плане добычи результата. Ну, а так могу отметить, что снова безумно понравился Макс Петров, который впереди, сзади отрабатывал просто как сумасшедший, носился и очень полезен был. Заведенный, с горящими глазами, но при этом очень техничный. У Макса пока почему-то есть боязнь бить поворотом. Я знаю, что у Макса есть удар, но почему-то он боится это делать, что в молодежном первенстве, что в лиге UEFA. Вот если вот эту боязнь еще у него побороть, и он начнет забивать своими ударами, я думаю, что футболист из него вырастет очень неплохой. А теперь можно перейти к матчу основного состава, главному матчу, который начался аж в 10 вечера. С составом, я думаю, что угадали примерно все, кто следил за локомотивом последних матчей. И состав, и расстановка, она вот уже не меняется. Несколько важных матчей подряд. Были вопросы по Алексею Миранчуку, который вроде бы вернулся в общую группу, но снова его нету даже в запасе. И это большая проблема, потому что когда в первом тайме травму получил Жамаледдинов, оказалось то, что футболистов, которые могут выйти ему на замену, и мы не потеряем в качестве игры, у нас просто на скамейке нету. Этим футболистом мог бы быть Алексей Миранчук, восстановившийся, который бы вышел, в принципе, на этой же самой позиции бы отпахал, может быть, даже креатива какого-то добавил, но он все еще восстанавливается. Пришлось выпускать Идову, менять какие-то тактические схемы. Игнатьев ушел вперед, потом перешел на фланг Рыбуся, Жуау Мари ушел направо. В качестве игры, конечно, мы сильно потеряли с этой заменой. А травма Жамаледдинова – это мышечная травма, которая появляется на фоне усталости, что ни говори. График у нас очень тяжелый. После очень энергозатратной игры с Зенитом, и в эмоциональном плане, и в физическом плане, мы через два дня на треть играем с Атлетико, где бегать надо еще больше. Удивительно, что мышечную травму получил только Жамаледдинов, потом еще Смолов ушел, тоже по травме, но там был именно стык, и будем надеяться, что у Феди хотя бы будет все в порядке. В итоге мы начали по схеме 4-1-4-1. Это уже привычная схема для Локомотива, без Мирончуков. Справа Игнатьев, два центральных защитника Хеоиды Счерлука, слева Рыбус, в воротах Гильерми, естественно. Над ними полузащитник Мурила опорный, над ним Крыхловик и Баринов, которые выдвигаются до чужой штрафной площади. Слева Жуау Марио, справа был Жамаледдинов, в атаке Федор Смолов. Затем было перестроение, когда Жамаледдинов получил травму, о которой я сказал. И уже во втором тайме, после пропущенных мячей, мы сперва выпустили Эдера, потом выпустили Коломейцева. Тоже незапланированная замена, потому что я думаю, что Эдеру выдавали функции скидывать мячи на Смолова, быть именно в подыгрыше к Феде. Но Смолов получил травму практически сразу, после выхода Эдера. И вышедший Коломейцев, конечно, ушел куда-то на левый фланг. Дальше схема была больше похожа на 4-2-3-1. Ну, там уже не до построения было в концовке встречи. Кто мог куда бежать, там и бегал. К сожалению, навязать тот же уровень сопротивления, который Локомотив навязывал Байеру, у Локомотива не получилось. Атлетика достаточно просто справлялся с нашими попытками прессинга. В результате мы их вообще бросили. Какой-то контр-игры мы предложить тоже не смогли, пока не пропустили второй мяч. И Атлетика не откатился в оборону. Кстати, по стопку он откатился. Моменты у нас пошли. И, ну, кажется, что вроде бы Локомотив мог бы и поактивнее впереди сыграть. Не так уж и страшен этот соперник. Но вот когда мы пытались выйти в атаку, фактически мяч даже половину поля в большинстве случаев не пересекал. И, да, счет после первого тайма был 0-0, но он не должен вводить в заблуждение. Атлетика постоянно, настырно долбился в нашу штрафную площадь. И момент Диего Косты, который после углового не попал с метров пустые уже ворота. И еще достаточно большое количество проникновений именно внутрь нашей штрафной площади, которые заканчивались либо ударом по воротам, когда Гильерми тащил, либо каким-то пасом, который перехватывали наши футболисты. Но это были свободные проникновения в нашу штрафную площадь. И даже в перерыве после счета 0-0, когда Локомотив, казалось, держит нужный результат, все равно было ощущение, что, ну вот, одна-две атаки у Атлетика пройдут, и тогда уж они не промахнутся. Так и случилось в самом начале второго тайма. Банальный аут, и Локомотив очень-очень неорганизованно сыграл. Выдвинулся Чурлука, который не сыграл по мячу, выдвинулся туда же во фланг Мурила, который в итоге только помешал. И Рыбус не заметил рывка Мараты по флангу, стартанул гораздо позже, чем мог, поэтому не остановил его. Ну а дальше шикарное исполнение Феликса. Да, можно ругать Гильерми за то, что после первого удара, мощный удар из предела штрафной, он просто подставил кулаки и не выбил мяч просто куда подальше. А мяч в итоге прилетел к Феликсу, но вы посмотрите на это исполнение. Человек в падение по сильно летящему от кулаков Гильерми мячу умудряется переложиться и попасть в творворот. Если мы хвалили Баринова за то, как он умудрился переложиться под мяч и поставить его в пустые ворота в игре с Байером, то не отметить игру Феликса невозможно. Этот парень просто какой-то сумасшедший в плане футбола и второй гол тоже. Это закидушка в моменте со вторым голом на Диего Косту. Она же тоже восхитительна, насколько она получилась идеальной. Я смотрел его движение с мячом, я боялся, что он ударит или отдаст какую-то передачу в разрез, но он увидел свободного Диего Косту и просто как рукой вложил ему мяч в ногу, причем так, что наши защитники даже не имели ни малейшего шанса эту передачу прервать. Ну а дальше уже оставалось уповать только Навар, который заметит микроскопический возможный офсайд Томаса Парти. Не заметил, офсайда этого, видимо, и не было, только в наших мечтах. И 2-0 игра сделана, отыгрываться с 2-0 против Атлетика никому не пожелаю. Наверное, кто-то бы смог, но локомотив в его текущем обскровленном состоянии сподобился только на удары Криховика, которые показали, почему Ян Облак считается одним из лучших, если не лучшим, вратарем мира прямо сейчас. Помните, там мы критиковали Луку Джорджевича за исполнение, когда Чернов выбил мяч спиной из ворот. Здесь Криховик делал абсолютно все правильно. По летящему мячу очень мощный удар в нижний угол. И Облак умудряется взять этот удар и затем еще встать и взять добивание от Криховика. Гениальный вратарь, гениальное спасение. Что тут поделать? К сожалению, когда играешь в Лиге Чемпионов, не всегда тебе градецки дарят голы. Иногда вратари совершают такое спасение. Но думаю, что даже забей Криховик гол, мы бы только моральное удовлетворение получили. Вряд ли мы смогли бы вскрыть оборону Атлетика еще раз. Скорее бы только создали дополнительные возможности Атлетика для убегания в контратаке. За локмотив мне было стыдно. Вообще ни секунды этого матча. И мне кажется, что это хороший итог. Да, нам многие предрекали, что в этой группе мы будем мальчиками для битья. Нет, вообще нет. Да, Атлетика был мощнее. Безусловно, победил абсолютно по праву. Но если бы у нас хотя бы был боеспособный состав. Без двух Меранчуков, без Жамалединова, без Фарфана. Потом еще Смолов вылетел. Играть против Атлетика точно не в наших силах. Даже с оптимальным составом. Шансы на игру с топ-2 клуба мира не так уж высоки. А имея столько пробоин, мы, к сожалению, не топ-клуб. Мы не можем нивелировать. Это игроками резерва. Да, у нас есть Идову, есть Коломейцев, есть Эдер, которые выходили. Джорджевича, например, не выпустили даже. Вместо получившего травму Смолова можно было выпустить Джорджевича. Но Палыч, видимо, немножко разочаровался в этом черногорском футболисте. Наверное, еще стоит немножко похвальных слов сказать нашим футболистам. Он, безусловно, Гжегеш Криховик. Я думаю, что сегодня он матч провел на одном уровне с футболистами Атлетика Мадрид. Если бы у нас было 11 Криховиков, мы могли бы играть наравне с этим клубом. Но он у нас, к сожалению, такой только один. Даже Жоау Марио, который вроде как тоже из категории топ-футболистов, сегодня смотрелся явно гораздо более блекло. Совершал многовато ошибок и, главным образом, не сделал того, чего от него ждали. Не сохранял мяч для нашей команды, не давал передышки футболистам обороны. Очень много потерь и практически ничего не создано впереди. Вся опасность, которая возникала у ворот облака, это Криховик и отчасти Барина. Да, если вспоминать тот момент, когда Криховик бил и едва не забил. Ну, еще, конечно, Федя Смолов, который периодически делал что-то гениальное, выбирался из окружения трех-четырех игроков Атлетика, обводил, прокидывал мяч между ног, а потом умудрялся абсолютно все свои благие начинания испортить какой-то глупостью. Да, то ударом неподготовленным, да, в основном этими неподготовленными ударами и потерями. Но мы о хорошем. О хорошем это, наверное, стоит сказать, что Чурлука и Хеведос смогли справиться с Диего Коста и Феликсом. Да, галы, которые пришли, ну, все-таки тяжело их в них винить. Но в большинстве ситуаций, когда шли закидушки, когда шли разрезающие пасы, правильно делали офсайдные ловушки, оставляли за спиной и того же Диего Коста, Марату. В общем, центральные защитники, я думаю, что многие боялись именно за эту зону перед Лигой Чемпионов, но они сыграли на достойном, хорошем уровне. Честно говоря, мне правда кажется, что матчи с Ювентусом должны получиться проще, чем игра против такого вот Атлетика. Все-таки Ювентус, по тому, что я видел, позволяет играть в футбол. В то время как Атлетика в Мадрид, даже в своем нынешнем состоянии не на полную мощность, душат до такой степени, что выйти со своей половины поля практически невозможно. В любом случае, Локомотив имеет три очка после двух игр. Это вполне себе рабочий результат и вполне себе достойный старт. Мы находимся на третьем месте, но от Ювентуса и того же Атлетика нас отделяет всего одно очко. Если зацепим что-то с Турином, если зацепим еще победу с Байером дома, то, как знать, команда эта, особенно если поправятся все наши выбывшие, способна на великие свершения. Я в этом сегодня еще раз убедился. В общем, не расстраивайтесь особо. Да, проиграли, но я думаю, что таким Локомотивом мы можем только гордиться и верить в то, что мы еще соберем немало очков в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. В общем, на сегодня, наверное, все. Я по-прежнему буду напоминать о том, что если вам нравятся такие видео, то обязательно поставьте лайк. Возможно, разместить это видео где-нибудь на Локомотивских ресурсах мне будет очень приятно. Я читаю комментарии и под самим видео, и под репостами их в какие-либо группы или на сайты. Может быть, не всегда отвечаю, но комментарии читаю все. И у меня большая благодарность к вам за то, что эти комментарии часто очень интересные. Они по делу, они развивают мысли. Или вы спорите с тем, что я говорю. Это очень приятно, очень здорово. Я всегда за развитие дискуссии. Это, наверное, самое интересное в футболе, потому что не устаю повторять, но в футбол нету одного правильного взгляда. И за это, наверное, мы его особенно любим, потому что огромное количество мнений, и эти мнения имеют право на существование. В общем, спасибо вам за то, что вы смотрите, за то, что вы есть. И пока!